Дочная домика 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 ну а в перспективе повысить коммерческую привлекательность дома для возможной продажи. С одной стороны, я понимала прекрасно, что это необходимо, а с другой стороны, было очень страшно начинать вот такие преобразования, потому что я вообще человек, который с трепетом к этому всему относится. У меня была полная уверенность, что невозможно поменять крышу, не поломав сайдинг, например, не повредив. Я боялась, что это все будет протекать, я боялась, что невозможно все сделать герметично, чтобы там после дождя все не текло в комнату. И когда это все начиналось, конечно, страсти мои были наколены до предела. Сомнения и опасения всегда можно развеять. Чтобы это сделать, нужно понять, с кем иметь дело. Как ни крути, но перестроить крышу – это не в магазин за хлебом сходить. Глеб решил внимательно изучить крупные компании на рынке профилировки и выбрать наиболее подходящий кролиный материал. На нашем рынке есть, конечно, и другие производители. Ну вот, если брать крупные, то их совсем немного. По пальцам одной руки можно пересчитать. И сравнивая разные параметры, могу сказать, что в каких-то ситуациях, конечно, отпугивала цена. Вот это для нас был существенный вопрос. В других, ну, слишком невысокими были качества самого металла, параметры. Ну, в частности, толщина, да, небольшая. Ну, это тоже, конечно, важно для кровли. Поэтому в итоге пришли к выводу, что вот у Грандлайна некий вариант оптимальный в соотношении цена-качество и вот такая золотая середина, на которой мы остановились. Когда я побывал в офисе Грандлайн, удивило то, что внешний вид дома, внешний вид участка, он может быть полностью реализован за счет одной компании, что, ну, наверное, редкий такой пример. Дальше, конечно, очень важно было выбрать конкретный вариант покрытия, как все это будет выглядеть. Не сговариваясь, все члены нашей семьи, они вот очень как-то заинтересовались покрытием велюр. Полностью Глеб занимался этим. Он мне только принес маленький образец. И когда я его увидела, я очень удивилась, потому что в моем представлении металл-черепица – это вот крашеный кусок железа. Но то, что я увидела, это было, это выглядело очень здорово. Такая интересная фактура у него, матовая, но при этом как будто бы вот чуть-чуть шероховатая. Вот это очень выглядит как-то благородно, это очень понравилось. Какой-то интересный материал, сразу не скажешь какой, но то, что это крашеная железка, не скажешь, по крайней мере. Вот для меня это почему-то было важно. А во вторую очередь я уже на форму обратила внимание, потому что форма тоже необычная. Вот этот вариант кантри привлек внимание на свои отчасти необычностью, тем, что этого особенно не увидишь почти нигде. А с другой стороны, вот сама эта форма, которая создает такую четкую симметричность волны, и за счет этого появляется некая динамика волн, очень казячная, красивая. Однако стоит помнить, что каким бы качественным и красивым не был материал, его можно испортить неправильным монтажом. Примеров работ непрофессиональных бригад масса. По этой причине Грандлайн проводит обучение и сертификацию монтажных бригад на своем испытательном полигоне. Сейчас рынок наводнен, такой рабочей силой из разных стран берутся за любую работу, но все-таки есть работа, которую можно доверить кому угодно, а есть, конечно, более сложная. Здесь спецметалстрой привлекает именно тем, что ребята проходили обучение на заводе Грандлайн, на его материалах, то есть они очень хорошо представляют себе, как все это работает, в каком порядке это делается. Здесь у нас в этом плане было полное доверие, и, ну, по ходу работы было видно, да, что ребят это не представляет чего-то необычного, чего-то особо сложного. Ну вот, все делалось качественно, и сами конкретные люди, а бочи, которые здесь были, вот, в течение двух недель тоже нам очень понравились. Ну вот, мы с ними, можно сказать, подружились. Первым делом кровельщики демонтировали шифер. Перед строителями стояла задача минимизировать расходы, поэтому стропильные системы с обрешеткой остались на месте. По обрешетке раскатали супердиффузионную мембрану и прикрепили степлером. На карнизном свесе под мембраной установили капельники. Далее установили контрбрус. Следующий этап – пошаговая обрешетка. Очень важно правильно выдержать расстояние между досками, иначе есть вероятность прикрепления металлочерепицы, что кровельные саморезы не попадут в обрешетку. Далее для защиты вентиляционного канала от птиц и крупных насекомых прикрутили перфорированную ленту. Затем необходимо установить длинные крюки для желобов водосточной системы. Для начала их нужно разметить для создания уклона желоба и согнуть на необходимый угол. Затем прикрутить саморезами к обрешетке. Далее между крюками установили компенсирующую рейку. Эта рейка нужна для того, чтобы нижний край листа металлочерепицы не согнулся вниз. Поверх установили карнизную планку. На одном из скатов были запланированы два мансардных окна Велюкс, поэтому для них подготовили соответствующие проемы. На другом скате кровельщики приступили к самому приятному и быстрому делу – монтажу металлочерепицы Кантри в покрытии велюра. Листы нарезаны по длине ската, поэтому закрывают с собой сразу большую площадь. Чтобы накрыть такой скат, строителям потребовалось около часа. Важно помнить, что саморезы необходимо закручивать вниз волны под ступеньку, строго перпендикулярно скату. Когда на одном из скатов появились два проема под окна, хозяевам показалось, что света будет мало и нужно еще одно окно на другом скате. Но ведь он уже накрыт, как же быть? Специалисты Велюкс заверили, что окна можно устанавливать в любой момент монтажа кровли, даже по прошествии нескольких лет, что и подтвердили на практике. Установка окон была начата как раз с накрытого ската. Изнутри по слоям был разобран кровельный пирог, а затем вырезано отверстие в металлочерепице. Окна Велюкс скомплектуются всем необходимым. Гидропара и теплоизоляция, дренажный желоб, саморезы, необходимые оклады и непосредственно окно. То есть не нужно будет докупать какие-то дополнительные материалы для монтажа. Все в комплекте. Контур теплоизоляции устанавливается на стропила для дополнительной защиты от холода. На оконную коробку устанавливаются кронштейны. Далее коробка фиксируется на кровельной несущей конструкции. Следом устанавливается гидроизоляционный контур для дополнительной защиты от проникновения влаги. Затем стандартный изоляционный оклад, как основной элемент, обеспечивающий герметичность соединения мансардного окна и кровли. И в завершение вставляется поворотная рама со стеклопакетом. Тем временем кровлю утеплили, и на противоположном скате установили окна до укладки металлочерепицы. Этот метод еще проще, так как проем подготовлен заранее, а металлочерепицу можно отрезать в размер на земле. Финальный этап монтажа окон – это монтаж пароизоляционного оклада. Любое мансардное окно – это очень красиво, просто люблю эту вещь. А здесь, уже присмотревшись конкретно к окнам Вилюкс, мы увидели массу любопытных деталей, но и, конечно, важных. Внешне стекло очень-очень прочное. Существуют вот эти вот шторки, причем дневные, такие светопроницаемые, которые только от солнца, от яркого защищают. А еще шторка темная, которая затемняет полностью это окно, и это очень удобно, когда детей днем укладываешь спать. Такой вид, оказывается, вокруг нашей дачи, мы даже и не догадывались, что вокруг нас так здорово. Виден лес за рекой, необыкновенно красивый, прям до горизонта простирается. Все продумано, и выглядит все это очень-очень достойно. Однако до окончательного достойного вида кровли еще полпути. После установки окон кровельщики спецметаллстроек приступили к укладке металлочерепицы на второй скат. В отличие от противоположного ската, на этом было необходимо делать вырезы. Это не вызывает никаких затруднений при использовании правильного инструмента – электрических вырубных ножниц. В отличие от болгарки, они не сжигают защитный слой металлического покрытия и не образуют искр, то есть обеспечивают выполнение условий действия гарантии на изделие Грандлайн. После того, как скаты накрыли металлочерепицей, образовавшийся верхний вентиляционный канал закрыли коньковой вент-лентой. Она защищает подкровенное пространство от попадания мусора, птиц и насекомых, при этом не препятствует движению воздуха. Следом установили торцевые планки и планку конька. Для защиты от осадков вместе с тыкопечной трубы и металлочерепицей была применена гофрированная алюминиевая лента примыкания. Это не только надежная защита. Применение такого метода очень сильно экономит время монтажа. Для дополнительной защиты от ультрафиолета поверх ленты устанавливается декоративная планка примыкания. Скаты накрыты. Все дополнительные элементы установлены. Остается последний и очень важный элемент кровли – водосточная система. Вообще этот элемент я как-то поначалу даже не держал в уме. Сейчас уже обратили внимание, насколько уже грязным стал сайдинг. В основном за счет того, что все с крыши вот так вот равномерно стекало прямо по сетам. Со счет водостока понятно, что эту проблему удастся решить. Ну и в принципе это выглядит очень здорово, красиво. Подчеркивает крышу со всех сторон. Ну и, конечно, гарантия чуть ли не больше, чем на саму кровлю, что тоже, конечно, серьезно. Водосток – такая вещь, которая испытывает определенные нагрузки. И, конечно, хочется, чтобы он служил долго. Желоба водостока удобнее подготавливать на земле. А именно – одеть заглушку, вырезать отверстие под воронку и установить ее на желоб. После этого желоб вставляется в крюки. Для соединения нескольких желобов используется соединитель с резиновым уплотнителем. При установке креплений труб на фасад из сайдинга следует помнить, что диаметр отверстия должен превышать диаметр метиза не менее, чем в полтора раза. Все элементы водосточных труб собираются от меньшего диаметра к большему по направлению течения воды. Кронштейн трубы можно устанавливать, располагая защелку как клином вверх, так и клином вниз, в зависимости от места и удобства. В обоих случаях защелка будет надежно фиксировать трубу в кронштейне. Все замечательно, когда ставится большая стационарная лестница с несколькими пролетами. Это, конечно, хорошо, но в наших условиях это просто нереально. Поэтому вот подумали о чердачной лестнице. Тот вариант, который предлагает VELUX, вполне нас устроил. С монтажом чердачной лестницы VELUX все предельно просто. Основное – это правильно выбрать место установки, чтобы ничто не мешало подъему на второй этаж. Далее ровно выпилить в потолке отверстие под короб и закрепить саморезами. Лестница полностью складывается и не занимает места ни на первом, ни на втором этаже. Внизу, если мы хотим по максимуму использовать это пространство столовой, из которой идет лестница, то это легко можно сделать. Все убирается, защелкивается. К моменту окончания приехали и хозяева. Немного взволнованные от предвкушения чего-то нового. – Здорово. Цвет такой красивый. Второй этаж. Сейчас пойдем смотреть. – Благородно, благородно выглядит. – Нравится. – Здорово. Честно говоря, я думала, что она будет как заборы. Примерно что-то такое. Такая блестящая. Она такая матовая, приятная. – Здорово. – Недолго думая, все семейство во главе с детьми проследовало в новую комнату. Ей еще предстоит чистовая отделка. Но это уже другой рассказ. Какая красота! – Смотри. – Ой, какая красота! Вы когда-нибудь видели отсюда? – Вообще с такого. – А мы и не знали, что здесь так красиво. Ух ты! – Вот так вот есть защита. – Вот так вот, чтобы было. – Дусенька, мы сюда все принесем, игрушки принесем. – Где спать принесем, где играть, все принесем сюда. – Еще и ванночки. – А что будет при соседей видно? – Ну. – Дорога. – Конечно. Тут тоже точка обзора более удобная. – Какая же у вас красота была, а вы ее не видели. – Ну да, конечно, впечатляет. – Впечатляет? – Ну да, я не ожидал, что будет так. – Не ожидали? – Да, я просто помню, какая жуть здесь была. – Ну, у нас есть в семье такие небольшие почитатели сайдинга, скажем, но после того, как они увидели уже это сочетание с крышей, то все признали, что даже и сайдинг стал как-то смотреться лучше. Вот в этом комплексе, в этом сочетании с крышей очень облагородило все здание. – И, конечно, мы просто обалдели, потому что появилась совершенно новая комната. – Оказалось, что все возможно, даже наш кривой и косой домик возможно. – Очень даже облагородить и улучшить. Сейчас, вот когда мы это все разглядели, посмотрели, выяснилось, что, оказывается, все можно сделать, ничего не разрушив, ничего не поломав. Это очень приятно. И получилось все красиво, и хорошо, и аккуратно. И большое спасибо за это. – Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!